Совершенно очевидно, в каждом моменте практически локомотив демонстрировал, что он более классная команда, чем его сегодняшние гости. Итак, 23 минута, Ласьков бьет штрафной, выше всех очень хорошо выпрыгивает Владимир Маминов и отправляет мяч в сетку. 1-0 в пользу локомотива. Я напомню, что первый матч в Беларуси и в Минске закончится победой московского локомотива со счетом 2-1. Вот еще раз этот гол. Очень хорошо опередил и защитников, и вратаря Андрея Свердкова Владимир Маминов. Первый мяч в сетке ворот Белшины из Бобруйска. Второй гол. Посмотрите, как забивает его Харлачев, Евгений Харлачев. Он обокрал, что называется, защитника Белшина Андрея Хрипача. Кстати, футболиста, который привлекается к играм за сборную Беларуси. И вот спокойно разобрался после этого с вратарем, но вратарю здесь сложно было что-то поделать. Направил второй мяч в сетку. Вот смотрите еще раз. Хрипач домешкался и очень удачно сыграл Харлачев. Оценил обстановку, посмотрел, видите, поднял голову, обыграл вратаря. И спокойно, еще раз обыграл вратаря и спокойно направил мяч в угол. Таким образом, на 41-й минуте счет стал 2-0 в пользу локомотива. Думаю, что умышленной здесь грубости не было. Но поскольку Ковалевич сорвал атаку соперника, то совершенно очевидно, естественно, здесь желтая карточка. Харлачев показывает шотландскому арбитру, что нужно отодвинуть стенку. Рядом с ним Ласьков. Ласьков не стал возвращать мяч Харлачева, а сильно пробил. И настолько сильно, что выставленные кулаки Андрея Сверхова вратаря Белшины не помогли его команде. Да, удар Дмитрия Ласькова, и счет становится 3-0 в пользу локомотива. Ну что ж, дорогие друзья, теперь уже абсолютно все ясно. Становится совершенно ясно. Вот еще раз этот эпизод перехитрил защитников Ласьков. Все ждали, что он будет отдавать мяч или бить, или отдавать мяч обратно. Вот смотрите еще раз. К Харлачеву, а он развернулся, пошел в другую сторону и сильно пробил. И так совершенно ясно, что московский локомотив выходит в 1-8 финала розыгрыша. Розыгрыша.